Это беспилотный летательный аппарат украинского производства «Валькирия». Он может находиться в небе полтора часа и преодолевать дистанцию до 40 километров. В конфликте два взаимозаменяемых борта, набор батарей для них, ноутбук с программным обеспечением, камеры, карты памяти и антенны. Высота. Можно летать на 700 метров и тоже вести разведку или корректировку в зависимости от борта. Есть такие, которые просто для доразведки. Полетал, пофотографировал и дешифровкой занимается человек. Есть такие, что просто полетел, нашел цель и по ней уже артиллерия работает. Крейсерская скорость «Валькирии» 17 метров в секунду. С ее помощью украинские военнослужащие долетали даже до позиции противника за временно оккупированным Бахмутом. Из последнего это находили танки и ствольную артиллерию. Это скопление было такое, за Бахмутом. Да, было такое, что за сам Бахмут залетали. Мавик летит максимум на 3 километра. И чтобы корректировку провести, он должен иметь еще и хороший зум. Чтобы батарею не садить сильно, залетать и просто с зумом. И все, 15 минут, чтобы картинку подержать и назад. А этой птичкой, если не сильно далеко нашли цель, то можно минут 20-30 над целью кружить. Зависать, фиксировать. Можно ставить определенный радиус, и она будет просто кружить и держать картинку для корректировки. Большое преимущество украинской разработки в том, что «Валькирия» более устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы противника. Рэп влияет, но она более устойчивая, чем другие. То есть она может пролететь сама по заданному маршруту. И когда появится связь, то мы ее можем видеть. Или иногда управление пропадает, но видео остается. Много своих нюансов зависит еще и от погоды. Запуск. Работали и с Мавиками, и с Матриксами. С Фуриями работали. Были немецкие птички у нас, Вектор. В плане Рэба – да. Если другие аналоги, другие борты, они под Рэбом теряют контроль. Могут упасть. Там все отпадает просто. То есть нет управления, ты не понимаешь, где борт. То насчет «Валькирии» скажу, что даже если полностью подавили все, она все равно вернется. За полгода работы с «Валькириями» подразделение еще не потеряло ни одного БПЛА, говорит военнослужащий. Вылетаем на разведку. Вылетаем на разведку. Если что-то находим, недавно нашли позицию минометную. Отработали по ней. Было – нашли прямо град. Выезжал – работал. Вообще находим много. Раньше они были немного дерзкие. Танки выезжали – работали. Так и танки противника находили. Скидай, 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 скидай. 24 февраля исполнилось два года, как Григорий защищает родину от российских оккупантов. Он прошел Ирпень, Бучу, Харьковскую область, а сейчас служит на Бахмутском направлении. Был в стрелковом подразделении, а недавно перевелся к пилотам. Говорит, эта работа интереснее. Сажать, я мечтал летать. Всю жизнь мечтал летать. Нельзя сказать, что там было лучше или хуже, или здесь лучше или хуже. Просто здесь более интересно. Там более прямолинейно. А здесь нужно больше головой думать. Вообще интересно. Просто видишь результат своей работы. Когда видишь вражескую технику, вражеское наступление, понимаешь, что ты полезный. Когда парни отрабатывают по твоим целям. Достаточно полезный. За день при хорошей погоде «Валькирия» у пилотов может подниматься до пяти раз. Камера 4К с десятикратным зумом и возможностью тепловизионной съемки для ночного наблюдения прекрасно зарекомендовали себя на Бахмутском направлении, где ежедневно российские оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции, используя бронированную и тяжелую технику. Анастасия Волкова, Артем Воронин из Донецкой области для телеканала «Фридом».